Пришло время орхидеи помочь, помочь дальше наращивать корневую систему, чтобы корневая система тянулась вниз, а так как здесь все-таки суховато, вот именно нужно перешагнуть ту грань из сухости во влажность. Осторожно, не спеша. Я поменяю этот грунт на мох. Ну вот на вашем канале орхидеи, которую мы с вами вместе на экране пересаживали, первое время была сухая реанимация. Она делалась для того, чтобы не сгубить, не сгноить и не засушить корни, на которых веламен был практически нездоров. Для этого я посадила в керамзит, аккуратно поливала проливом, ну и когда я поняла, что орхидеи пора наращивать корневую систему, я пересадила ее в мох. И вот спустя некоторое время я хочу показать, как чувствует себя орхидея во мху. Именно хочу рассказать про эту орхидею, это голден с красными полосами по нижним сипалиям. Мне лично понравилось. Не попалось мне хорошего качества, поэтому тогда пришлось купить именно такого. Но я не жалею об этом, потому что наблюдать за этой орхидеей, это тоже плюс в мою копилку. Я поняла, как с ней справиться. Хотя орхидеи, которые покупались мною гораздо лучшего качества, после пересадки уходили в Орхарай. И мне пришлось некоторое время все-таки понять, что им нужно, как им помочь быстренько справиться с этой ситуацией, предложить им что-то другое взамен того, что им не понравилось. Орхидея растит корни. Видите, корешок вышел наружу. Листья в прекрасном тургере. Видите, растущие корни хорошего качества. Все хорошо внутри растет также зелененький кончик корешка. Орхидея не спит с этой орхидеей. Все замечательно. Как и с другой, также показывала вам при пересадке с той орхидеей, я их пересаживала вместе. Это беглиб, тоже в хорошем состоянии. Растим корешок от шеи, растим корни. Где они у нас? Вот длинный корень уже практически дошел. Все с этой орхидеей замечательно. Как я ухаживаю за ними? Они у меня поливаются проливом. Раньше я поливала, показывала, что вот так вот водичку ставлю, мох берет и все отдает. Теперь я этого не делаю. Я беру воду, просто делаю пролив. Мне так нравится, очень быстро, хорошо. Уходит вода, ставлю ее на салфетку, этот горшочек. Ну и все лишнее уходит в салфетку. Остается приятная влажность внутри. Так как мох не плотно, мох рыхлый, все хорошо выветривается. Такого полива хватает практически на 10 дней смело. А если дома чуть-чуть теплеет, например, доходит до 22,5 градуса, орхидеи просыхают гораздо раньше, даже за неделю может просохнуть. Стоят они у меня под досветкой. Досветка у них до 14 часов в день. Это как уже, как часы, как положено, утром в 10 часов включается, и в 12 часов ночи выключается свет. Такие орхидеи, которые растят, корешки, уже можно подкармливать. Чем можно подкармливать? Конечно же, удобрениями комплексными, легкой-легкой такой форме. Не нужно им крепкого, как фосфор и калий, потому что цветение им сейчас не нужно. Они для этого еще малы, им нужно окрепнуть, нарастить корневую систему. А пока можно для роста подкармливать фосфор, калий и азот, но и другие добавки. Также можно проливом, потому что мох не замачивают. Его или ставят немножко в воду, или по краю горшка проливают из пранцовки. Ну а я делаю пролив. Также мох возьмет в себя это удобрение, но и постепенно-постепенно корешки будут питаться. Главное, чтобы именно удобрение было в меньшей дозе, чем заявлено на банке или на пузырьке. Ну вот, наверное, и все, что я хотела сказать о орхидеях. Не бойтесь сажать их в мох. Самое главное, надо за ними присматривать, не заливать первое время, а потом уже смотреть, как пойдет дело с ними дальше. Они обе показали себя с хорошей стороны. Все им понравилось, несмотря на то, что мох зеленеет от того, что светло. Но это не страшно. Пусть будет так, пересадить по весне. Можно будет в более мелкий грунт с добавлением также мха. А там, в принципе, все будет видно. Самое главное, что мне очень нравится сажать орхидеи в мох. А если мох перемешан с мелкой корой, с грунтом, вообще очень нравится. Также можно проливать проливом. Очень просто и легко ухаживать за такими орхидеями. Ну вот, теперь уже точно я буду заканчивать с вами. Прощаюсь с вами. До следующего своего видео. Говорю вам всем до новых встреч на моем канале. Всем пока. Пока.